Ну, кажется, все. Значит, еще раз спасибо нашему председателю за то, что появилась возможность поделиться с коллегами новыми экспериментальными материалами. Значит, ну, я напомню вам, что мы задумывали этот семинар прежде всего не с точки зрения отчетности, так сказать, уже итоговой, когда все это вычищено, выглажено и там, так сказать, ну, все готово для конференции любого типа вплоть до международных. Значит, все-таки мы задумывали наш семинар с точки зрения организовать некую дискуссию и послушать некие советы, значит, вот в свой адрес прежде всего и, может быть, вот в постановочном варианте новых задач, которые вот можно было бы совместно обсудить в результате того или иного доклада. Так вот, мой сегодняшний доклад – это незаконченное, значит, исследование. Мы, по сути дела, значит, вступили, вот я сейчас скажу, в новый, так сказать, этап. Почему это новый этап, вот, и он открывает, безусловно, новые возможности, вот, и, но результаты являются, на самом деле, еще предварительными, то есть мы продолжаем работать в этом направлении. Значит, ну, тема моего доклада, значит, вот здесь озвучена. Я специально, значит, надписи на слайдах делал, постарался, как можно, значит, сделать больше этих надписей на английском языке, в надежде на то, что все-таки, значит, просмотрят в записи или, так сказать, вот, ну, Андрош, наверное, будет и сейчас, ему легче будет ориентироваться на английский язык. Значит, вот у меня состоит мой доклад из пяти частей. Вначале я скажу об экспериментальной установке, что было в ней нового. Значит, ну, напомню вам, что, вот, плазменный вихревой реактор, значит, ну, нами был разработан, и впервые были, так сказать, исследованы режимы, вот, создания плазмоидов в вихревом реакторе, значит, очень давно. Но, ну, думаю, что это было лет 30 назад. Меня вдохновил, прежде всего, на создание такого реактора сам Петр Леонидович Капецов, вспомните, у него именно, значит, в его реакторе, СВЧ-реакторе, когда он изучал дейтерий, плазму, шнуровую плазму, так сказать, контрагированного разряда в дейтерии, значит, именно в вихревом реакторе, который обладает целым рядом преимуществ. Ну, прежде всего, значит, это хорошая теплозащита, то есть, значит, вот, ну, достаточно сказать, что стенки реактора, они не нагреваются выше 70 градусов, а с жало, вот, самой плазмы, может быть, и 5000 градусов, вот, как у нас сейчас в нашем эксперименте. 5000 градусов Кельвина – это температура Солнца, значит, не выдерживает ни один металл, здесь все, так сказать, плавится и испаряется, поэтому плазма получается, значит, эрозионная, плазма получается, значит, с гетерофазой, значит, гетерофаза – это прежде всего, прежде всего, это вот сконденсированные микрокапельки, значит, испаренные атомы металла, вот, из катода прежде всего, значит, ну, вот, то есть плазма с наночастицами, с нанокластерами металла, значит, вот в этом реакторе, значит, вот, ну, вот вы здесь видите два электрода, три и пять, значит, есть сопло, вот, сопло позволяет выводить эту плазму наружу, работать как внутри, так и снаружи, да, так сказать, при атмосферном давлении, я подчеркиваю, то есть можно работать и при повышенном давлении, да, ну, реально мы, так сказать, выше двух атмосфер не поднимали, хотя я не вижу технических сложностей работать и при более высоком давлении. Ну, и использовать здесь вот различные источники питания для создания плазмы, вот, именно наша заслуга в том, что, ну, мне кажется, вот, именно в России, в Советском Союзе бывшем, накоплен огромный материал по созданию источников питания. И вот, уж если говорить про нау-хау, где мы можем обогнать все страны, вот, я это говорю не для красного столовца, я работался, вот это, значит, вы, наверное, помните, значит, ну, мы были одни из зачинателей, пионеров, значит, международной программы по плазменной аэродинамике, я убедился, что в области плазмы действительно, значит, Россия была, есть и будет пока что впереди планеты всей. Значит, вот, в чем новизна нового, так сказать, вот, новой установки, в том, что мы ее перевернули, так сказать, из горизонтального положения в вертикальную. Вот вы видите собранная вот эта установка, значит, в левой части кадра, вот, опять же, значит, вверху виден вихревой генератор, который закручивает поток, значит, вот, в середине вы видите горячий электрод, вот, и внизу вы видите, значит, катод, и одновременно он является соплом. Вот, значит, в чем еще наш преимущество в том, что мы вот, по сути дела, смогли, вот, если на конце сопла поставить заглушку, то вы получите обратно вихревой реактор, так сказать, когда, значит, вихрь отражается от донышка заглушки и, значит, поднимается вверх, и сопло уже вынуждено делать вихревой камерой. Здесь плазма, горячий поток будет выходить отсюда. Ну, это понятно, вот, сразу видно, что, так сказать, размеры реактора сокращаются, по крайней мере, в два раза и более, так сказать, вот, становится более компактной. Ну, и ряд преимуществ, которые, это же трубка-ранка, по сути дела, за основу взятая, значит, известно преимущество этой трубки-ранка, когда разделяются, значит, вот, горячие потоки с холодной, перемешивание идет очень интенсивно, значит, и, вот, достаточно сказать, что камеры сгорания, камеры сгорания, камеры сгорания, кто там включился? Камеры сгорания, которые, значит, вот работают на углеводородном топливе, они способны работать, это единственная камера, которая сейчас, значит, вот способна работать на сверхобедненных смесях со стопроцентным, значит, сжиганием этого топлива. Но это несомненное, так сказать, достижение. Ну, справа вы видите, значит, этот же самый реактор, но уже нагруженный на теплообменник водяной письмы. Значит, вот здесь вы видите, значит, внизу сам теплообменник пластинчатый, зеленый этот насос, а вверху там вот, если вы видите, это вот сосуд, по сути дела бассейн или емкость с водой, которая вот зациклена, значит, мы снимаем, значит, по сути дела в этой установке есть два метода измерения. Значит, вот выходной тепловой энергии, значит, газового потока, который нагревается с помощью плазмы. Это либо гребенка термопар, значит, вот сейчас мы уже с нашими коллегами там четыре термопары, ну, вообще-то удается, так сказать, больше четырех термопар здесь трудно вставить, поэтому вот, как правило, значит, две у стенки, две по оси располагаются термопары, чтобы можно было посмотреть, если есть спиральная закрученность, оценить, насколько однородный поток выходит нагретый, значит, вот из этого реактора. Значит, ну, вот еще одно новшество, это, значит, я когда-то рассказывал вам, меня вдохновил эксперимент, значит, наших коллег из Слободан, значит, как-то, как же его фамилию-то забыл, но вот, ну, неважно, значит, это вот. Станкович. Станкович, Станкович, спасибо. Вот, он, значит, специализируется на исследовании, значит, так называемого плазмы Амаза ГЭС, так вот он назвал, я первый раз такое название, ну, там, услышал. Гремучий ГЭС, это мы все знаем, значит, вот если он рождается из воды, значит, вот. Ну, значит, газ Брауна тоже, так сказать, есть на слуху название, а вот, значит, Амаза ГЭС, насколько я понимаю, насколько вот это вот, значит, устройство Алпас позволяет получать, значит, плазму. Ну, это, по сути дела, не Браунгаз, а вот действительно важную роль играет гидроксил заряженный и атомарный водород заряженный, ну, это, значит, протоны. То есть Алпас, это стандартный плазматрон, который выпускался нашей промышленностью, значит, ну, и до сих пор выпускается, разной мощности, значит, работает на воде. Заливается вода, и там дуговой плазматрон получается, значит, на выходе получается, значит, вот такая, значит, плазма, значит, водород гидроксильная, значит, которая обладается свойствами очень хорошими, значит, для сварки, резки. Это используется, ну, так сказать, вот, автомобилистами в основном для таких сварочных работ. Значит, температура здесь довольно высокая, действительно, там доходит до 5 тысяч, 6 тысяч, вот, при больших мощностях вот этого резака до 8 тысяч доходит градусов Кельвина, вот. Значит, ну, вот я впервые попытался вставить, вот это здесь вот голубеньким показана кварцевая труба, значит, в ней были сделаны окошечки, вот вакуумно-плотно вот пристыкован Алпас, а с обратной стороны здесь вот входила мишень в виде электрода, или я сделал так же, как вот, значит, Станкович, значит, использовал графитовую модель, посмотрел, чего получается там, значит, с графитовой моделью. Ну, для того, чтобы все-таки иметь возможность заряженной мишени, чтобы она работала как катод, значит, вот, чтобы эрозия этой мишени была, значит, именно, так сказать, имела заряд и вот имела возможность, вот, ну, продукты эрозии, ну, допустим, металлический пар был бы заряжен и относительно положительно заряженного водорода в плазматроне, ну, вот мы сделали такую трехэлектродную схему, колечко дополнительное, которое позволяло, значит, вот, создавать дополнительный разряд от другого источника, значит, питания, порядка 4 кВт, ток не очень сильный, там, до 100 мА, вот, ну, и получается такой комбинированный разряд, значит, Алпас дает договор, разряд, а вот это вот колечко смешение дает собственный разряд, так сказать, на который накладывается на договор. Вот, значит, ну, теперь, вот, может быть, не совсем хорошо, я перейду ко второй части, значит, хотя она не самая главная по значимости, но так получилось, что уже, вот, я уже скомпоновал, не успел перекомпоновать, значит, вот, здесь вы видите, уже в боевом режиме, значит, вот, 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 наша установка ПВРВ, вертикальная аббревиатура ПВРВ, значит, и работающий плазматрон, вот, он ударяет в графитовую или, вот, три металлическую, там, из никеля, значит, мишень, вот, вот, ее, вот, нагревает, раскаляет до красна, а сверху я запускаю известный поток с известным расходом, ну, вот, это могут быть различные газы, я в основном проводил в инертном газе, чтобы исключить возможность окисления, вот, продуктов эрозии, значит, мишень, значит, ну, иногда использовали гелий и азот в этих экспериментах, вот, относительно методики, значит, ну, понятно, что если известен вам расход аргона, м-аргона, и известно, так сказать, насколько он нагрелся на выходе реактора, то легко, вот, значит, ну, причем это вот с учетом гребенки, средняя температура посечения трубы бралась, значит, легко там, значит, вот эту энтальпию посчитать, а выходную тепловую, значит, вот этого газового потока, она выглядит вот таким вот образом, значит, если вы подожгете в нашем плазмореакторе, значит, осевой разряд, и посмотрите, вот мы так калибруем, смотрим, каковы потери, значит, в этом реакторе, значит, тепла в таком реакторе, то вот, ну, можно вообще-то померить, или там, значит, вот сделать нагреватель в виде спирали с мощностью близкой температуре плазмы, к мощности, которая вкладывается в плазму, эта вот методика будет ниже использоваться, здесь-то, это вот эксперимент, он был качественный, поэтому я на нем заострять внимание не буду, значит, вот, итак, вот, значит, мы, значит, мерили электрическую мощность, которую потребляет плазматрон от сети, до сих пор нам не удалось там, в силу технических сложностей, померить на самом, вот, на самой дуге, значит, сколько мы вкладываем в саму дугу, и каков коэффициент полезного действия этого плазматрона, это будет сделано в будущем, вот, но что удивительно, вот обратите внимание, значит, значит, вот есть эксперимент, значит, вот расход мы брали, да, здесь вот он показан, 3 грамма, 5 грамм, значит, вот нагрев, значит, без мишени был там, вот, значит, если просто у вас бьет один вот этот, используется один плазматрон, жало, впустил я вот поперек трубы, значит, вот у меня получается, что на выходе 420 ватт я мерю, если буду обдувать это жало от аргона. Если я вставляю мишень, ну, у меня сразу, значит, получился, ну, сверхнеожиданный результат, значит, я вижу, что нагрелся поток намного выше, в полтора раза, как вы видите здесь, и вот если я никелевый электрод, приблизительно 1-4, полтора раза в никелевой модели. Ну, на мой взгляд, это кажется очень-очень странным, потому что, на самом деле, я трачу энергию на нагрев образца, на, допустим, плавление никеля, вот там, может быть, вам не видно ниже, там вот у меня что-то, так сказать, загораживает, я не знаю, видно остальным, значит, но я там прикинул, сколько тратится, на, вот, измерялась, так сказать, вот, масса никеля и вот этой капельки, которая там расплавлялась, значит, вот, которая падала вниз на сопло, значит, ну, вот, по нашим оценкам, там, от 50 до 100 ватт, значит, все-таки тратилась электрической мощности на, вот, разогрев и унос, допустим, углеродной мишени, если взять, вот, за основу сублимацию, учесть сублимацию углерода и энергию связи в углероде, значит. Ну, эти вот 100 ватт надо, вообще-то говоря, вычесть из, значит, из, вот, электрической мощности, которая поступает на вход, вот, этого нашего калориметра, ну, и видно, что, так сказать, тогда вот суммарный КПД, вот, суммарный, вот, коэффициент эффективности этого реактора, он еще усилится. То есть, вот такой странный результат, очень поучительный, получился, значит, ну, пока он не окончательный, я не могу сказать величину COP, значит, вот, КОП по-русски, значит, как мы его называем в этом эксперименте, я покажу уже более детальное измерение КОП, значение КОП в следующем эксперименте. Следующий эксперимент, вот, я его назвал, значит, водяная кастрюля. Ну, меня, по сути дела, надоумил вот предыдущий эксперимент, значит, вы видите, вот, над соплом возвышается некий, вот, цилиндрик, сделанный из этого, из никеля, и сверху он закрывается, как кастрюля крышечкой, вот такой конической, в которой сделано сопло, значит, ну, и, естественно, когда вот у меня в вот этом, в моем реакторе ПВР, когда электроды расположены вертикально, уже все, забудьте про Алпас, я о нем говорить не буду. Это вот уже стандартная конфигурация, значит, вертикальных электродов, которые находятся по оси реактора. Вот одним из вертикальных электродов является, значит, вот эта кастрюля, наполненная водой. Значит, и суть этого эксперимента, изюминка этого эксперимента заключается в том, что во время эксперимента вот эта вот кастрюля нагревается до красна, поэтому вода здесь закипает, тратится энергия на ее нагрев, испарение, и вот вы сейчас посмотрите, что получается. В одном эксперименте я могу выпарить эту воду всю, посмотреть, как будет эффективность вот этого реактора без воды и с водой в одном и том же эксперименте, при прочих равных условиях, при прочих равных грязи, на стенках, на всем, чего есть, то есть, что может нам осложнять жизнь. Вот. И вот это уже, да, табличка, она замечательная. Значит, вот здесь уже, значит, вы видите основные результаты, которые там, довольно хорошая статистика. Вот рабочий газ у нас брался здесь, вот, значит, либо аргон, либо воздух. Значит, расходы вот показаны, 6-5 грамм в секунду. Значит, вот сначала мы делали калибровочный эксперимент на чистом аргоне, когда ничего не было, ни воды, ни аргона, ни, так сказать, это самое горело, значит, между двумя электродами осевыми, значит, вот в аргоне разряд, значит, продольный. И вот вы видите, начальная температура 20, конечная 60, дельта Т 40, и электрическая мощность, вложенная 62. Ввиду того, что вот эта кастрюля, электрод, она затеняла, очень здорово, так сказать, сам реактор, ну, вот здесь коэффициент полезного действия оказался 0,36, ну, приблизительно 40%. Обычно у нас, значит, вот потери составляют, ну, вот, коэффициент потерь достигает 0,7, значит, то есть 30% вот от подводимой электрической энергии тратится, значит, вот на нагрев электродов, стенок, так сказать, значит, ну, в общем, на нагрев конструкции, значит, вот. Теперь вот смотрите, если вот я делаю эксперимент без воды, у меня, значит, вот этот самый, температура, значит, здесь, значит, вот 20, там 60, значит, что-то такое здесь перепутано, извините, значит, вот 20, 80, значит, дельта Т 60, вот 262, значит, ватта я трачу электрической мощности, если я беру вот для расчета вот этот вот коэффициент потерь, значит, вот если я просто вот тепловую мощность делю на электрическую, у меня получается коэффициент очень немного отличается от единички, допустим, 1,27. Но с учетом вот этих потерь получается довольно приличный, так сказать, коэффициент 3,5. И вот что самое удивительное, значит, когда начинает закипать вода, в этом же самом эксперименте, температура с 80 поднимается до 250, значит, мощность, смотрите, тоже поднимается, но при этом вот этот коэффициент отношения тепловой к затраченной электрической становится, значит, двоечкой, с учетом вот коэффициент потерь становится 5,86. Если вы, так сказать, учтете, что вода испаряется за время 60 секунд в нашем эксперименте, значит, полностью из этой вот кастрюли, то вы из этой электрической энергии, из этих 600 ватт, 460 тратите на испарение и нагрев воды, но тогда коэффициент становится вообще, уходит за десятку, значит, ну вот это такой, я бы сказал, понимаете, он даже больше качественный, можно верить, не верить, все время говорить, что там мазня какая-то, где-то вы ошибаетесь, но качественно, что первый, что второй эксперимент показывает, что как только появляется у нас взаимодействие водорода, который есть продукт диссоциации воды, с металлом, эрозирующим катодом, у вас моментально, так сказать, поднимается, значит, вот коэффициент полезного действия становится, значит, существенно большим, и тут уже провороваться нигде, вы в одном и том же эксперименте видите, как он поднялся в два раза, когда не было водяного пара и когда он появился в водяной паре, и потом заканчивается опять, он испарился, вы можете, опять вы приходите вот к этому же самому 1,27 в конце. Ну это вот такие первые эксперименты, которые вот направили на то, что вот, значит, наш реактор можно еще улучшать и улучшать и, значит, габариты его уменьшать и делать настолько продуктивным, насколько мы хотим, так сказать, в будущем. Вот в этом плане, значит, ну вот коллеги из Брянска, значит, вот впервые мы, наверное, осуществим реактор, в котором будет вместо водяного пара, как вот раньше мы использовали, но все-таки всегда там заказчик, когда приходит и говорит, да у вас паровая машина, у вас чайник там, значит, вы тратите огромную энергию, так сказать, в этот паровой пар, значит, приходится доказать, что ничего мы там не тратим, мы это все вычитаем, мы все это учитываем, но неубедительно. А здесь вот, когда вы переходите на аэрозоль, и вот мы с коллегами из Брянска пытаемся сделать, значит, теперь подачу через анод уже водяного спрея, аэрозоля, вот это уже становится, так сказать, ну, так сказать, резко улучшает качество вот такого генератора тепла, если хотите. Теперь вот самая важная часть доклада, опять же, вот я должен поблагодарить коллег из Брянска за то, что они позволили продолжить эксперименты по регистрации рентгеновского излучения, а это основной ключевой ключик во всем этом реакторе с использованием водяного пара, с использованием продуктов в диссоциации воды, значит, это, да и не только воды, это, так сказать, по сути дела, значит, вот там, где идет взаимодействие водорода и металла, кластеров металла, там вот, ну, большинство исследователей, значит, начиная с Петра Леонидовича Капицы, говорили, что ребята, обращайте самое большое внимание, самая большая энергия находится у вас в рентгеновской области, то, что вы видите, этого мало, это, значит, это хорошая вот работа МИЛСа были сделаны, они сделали абсолютную калибровку излучения от рентгена до видимого диапазона и действительно показали, что основная энергия 90% содержится в рентгене, поэтому изучение рентгена вот в таких реакторах холодного синтеза, это принципиально важно с точки зрения вот дальнейшего разработки, дальнейшего физической модели, значит, теоретической модели, объясняющей вот работу, значит, такого реактора и позволяющего вот все-таки взаимодействие протонов низких энергий с кластерами металла уже поставить на физическую основу, то есть вот именно этот ключик позволит нам все-таки посмотреть, какие процессы, ядерные или не ядерные, или это все-таки внутренние электроны работают, так сказать, и они важнее, чем все остальное, то есть мы переходим к новой химии, которая, так сказать, к новому огню, Прометей принес инфракрасный огонь, а мы переходим к рентгеновскому огню, это, так сказать, новый тип реактора, новый тип, так сказать, вот, ну, физика, это уже не плазмена, не плазмахимия, в которой там ультрафиолет в основном господствует, а это вот плазмоидная физика, в котором вот роль гетерофазы, роль, значит, структуры и роль вот взаимодействия протонов, значит, с атомными металлами играет важнейшую роль. Так вот, ну, оказалось, что вот эта вот тематика, как говорится, вот в сказке, попробуй-ка ты слови этого белого лебедя, который, так сказать, плавает далеко от тебя, да еще при повышенном давлении. Значит, как вообще-то вот регистрировать, научиться и расшифровывать рентгеновские спектры. Вот здесь оказалось подводных камней, коллеги, настолько, что дальше, так сказать, только можно разводить руками. Вот я хотел бы на сегодняшний день уделить на пять пунктов очень важных, с моей точки зрения, методических. Это вот, ну, хотите, не хотите, значит, в этих реакторах есть электромагнитные наводки, и они действуют вот на измерительную аппаратуру, их надо обязательно учитывать. Калибровка прибора, значит, обязательно должна быть осуществлена калибровка прибора уже в рабочем реакторе, так сказать, в боевом режиме. Значит, ну, вот если ставку делать, вот, начиная с коробута, по-моему, так сказать, уже, ну, а может быть, еще раньше скапится, значит, вот, уже было заявлено, что там максимум излучения вот из реактора идет где-то в районе КФ, то есть, там, от 1 до 10 КФ, выше, если и есть, то это такие, ну, редкие сигналы, их, так сказать, словить, будете ловить часами, там, так сказать, вот. Но здесь другая сложность, КФ-ный рентген, он хорошо поглощается воздухом, плотным газом, значит, тем более плазмой и гетерогеной, значит, вот, вот, достаточно сказать, что пробег такого КФ-ного гамма-кванта, ну, 5 сантиметров по воздуху, что вы представляете. Поэтому, значит, ну, просто-напросто вы, вот, если будете делать, значит, захотите посмотреть из трубы рентген, то ничего хорошего не получится, вы ничего не увидите. Вот, дальше вот мы столкнулись с временным разрешением спектра. Я сейчас расскажу, что это такое, это центральное место в этом измерении, значит, и обработки этих спектрографов. Ну, и вот еще очень важный момент, мы уже испортили таких 3 спектрографа, дорогая игрушка, значит, вот здесь, сверху, она накрыта, значит, бериллиевой фольгой, очень-очень тонкой, там, ну, я даже не помню сколько, может быть, 10 микрон всего на всю толщину этой бериллиевой фольги. И, вот, ну, мы все знаем с вами, что что-то вылетает из реакторов, и это что-то, значит, несмотря на то, что у меня были, так сказать, я сейчас расскажу, ниже расскажу о средствах защиты и вывода пучка рентгеновского из реактора, и вот это что-то дырявило нам в фольгу, хотя мы делали все меры предосторожности для того, чтобы защитить. Значит, вот, значит, ну, и дырявило, так сказать, оставляло там кратеры, и иногда, так сказать, дырки, так сказать, сквозные, выводило из строя этот спиртометр. Ну, вот, теперь переходим уже к основному. Вот, если вы включаете вот наш реактор, который был, мы сразу обратили внимание, что, значит, даже если он не смотрит на реактор, он, вот, наблюдается сигнал, значит, который соответствует тому, что есть наводка. Его надо, так сказать, вот, учитывать. Он не это фальш-сигнал, это, так сказать, сигнал, значит, который надо вычитать при обработке, вот, но он есть реально, и никуда от него не деться, так сказать, вот. Он не реагирует на то, что я там фильтры ставлю на коробочке, то есть это явное электромагнитное происхождение, вот. Вот, и, вот, ну, бороться, конечно, с ними можно, но очень сложно, так сказать. Поэтому мы, вот, просто приходя на сегодняшний день, мы просто, значит, вычитали вот эту часть спектра, значит, из рассмотрения. Второе, это вот, значит, всегда к этому прибору должен быть поставлен калибратор, вот, ну, нам присылали из-за рубежа, вот, изотоп ФЕРМ-55, вот, хорошо калибрует этот реактор, вот, как раз он находится, вот, где-то на трех пяти КЭВах, там, значит, вот сигнал, я сейчас, а, около пяти КЭВ, около шести КЭВ, значит, 9-9 КЭВ. Вот, вот, вот здесь вы видите две линии, значит, КЭВ и Л линия, значит, вот этого ФЕРМ-55. Вот, а вот дальше начинаются вещи, которые, ну, приходится, вот, ау, приходится, вот, на самом деле, учитывать и, вот, пытаться в этих сложных условиях, значит, что-то разглядеть. Вот, вот вы видите, там, в зависимости от времени, значит, экспозиции, вот, которая, а, подождите, одну секундочку, я вот сюда все-таки вас сначала подведу. Значит, итак, вот этот вот наш реактор, вы видите, вот, значит, здесь слева анод, вот плазменный жгут, ну, и справа там находится катод, значит, вот вихревом потоке, здесь в трубе сделаны 6-миллиметровые, значит, окна, дырочки, которые, вот, зачехлены, закрыты, вот, тоненькой алюминиевой фольгой, значит, ну, 30 микромов фольгой было. Значит, и вот мы помещали калибратор как раз на место плазмы и убедились в том, что все-таки вот это 6-миллиметровое излучение выходит. Вот здесь вот эта коробочка, вы видите, значит, стоит напротив этого окошечка. Ну, и вот теперь уже перейдем опять к этим сигналам. В зависимости от времени работы, регистрации этого излучения, вы видите совершенно разные сигналы, которые получаются. Значит, вот за 10 секунд видно, что, значит, ну, сигналы существенно выше фона, там фоновый сигнал вот на втором хорошо видно, они приблизительно вот такой вот маленькой амплитуды, вот здесь вот идут, значит, еле-еле заметны. Ну, вот начинают какие-то проскальзывать наметки линий, значит, которые вот при 20 секундах, они уже вот, допустим, вот чуть-чуть в середине этого графика сигнала, вы видите вот некие вот уже определенные линии, и часть линий прижатых вот, значит, особенно вот на третьем графике или там это не графика, а это сигнале, при 30 секундах уже прослеживаются, так сказать, на фоне сплошняка некоторые, так сказать, печки, которые можно, так сказать, ну, попытаться вытянуть, сделать получше контраст и попытаться их обработать. Но при 60 секундах, обратите внимание, там, разглядывая, не разглядывая, получается, значит, это полностью, значит, непрерывный спектр, и никаких линий, в принципе, там уже не видно. Вот. И... Давай, Бог, Бог. Анатолий Иванович, тебя не слышно. Ну, я, я просто, если мой, если там вы посмотрели кино, уже хорошо, так сказать, это реально была продемонстрирована работа установки, когда шла, вот, значит, в аргон подавалась, подавались пары воды. Вот. Ну, и вот те сигналы, которые нам удалось все-таки, так сказать, получить в более-менее хорошем контрасте, они изображены на этом слайде, что можно, надо отметить, что есть вот зона уже, где я не могу ничего видеть, это зона ниже, чем 0,6 КФ, я этот вот датчик наш, он практически ничего не видел. Значит, вот резкая прямая. Дальше вот видны здесь вот печки 1, 2, 3, 4. Если их расшифровать, они хорошо совпадают с кальцием, серой, фосфором, с силийцем, довольно много. Значит, при этом брался и алюминиевый электрод, в котором довольно чисто был, там, да, 4 девятки частоты был, значит, алюминиевый электрод. Вот магний, натрий, неон кончался в ТОР, значит, вот. Но что я хотел отметить, что такая же ситуация буквально, ведь она наблюдалась и в оптических спектрах. Вот посмотрите, значит, вот здесь вот с самого правого угла показано. Я вот включил воду, и видите, вы такой однородный фиолетовый шашнурик, это вот, значит, с временем работы реактора 15 секунд. Когда, значит, плазма, да, плазма вот 25 секунд, вы видите этот за самый разряд, ну, на стенках влага, поэтому плохо реактор появляется. Вот посередине разряда видны эти пассивные электроды, но в конце разряда вы уже хорошо видите желто-красное свечение, которое соответствует тому, что появляется натрий и калий в спектрах, вот, а он разрастается, вот это вот, калий-натриевые линии, значит, при 25 секундах, а вот когда вы переходите на штатный режим работы, 60 приблизительно через минуту, у вас получается ослепительная яркая плазма, значит, и основное место занимает сплошняк, то есть там уже и водорода не видно, так сказать, и, ну, вот, никелевые линии здесь еще пока видны, но если вы еще увеличите время, остается один сплошняк, немного видно гидроксила, и это как раз соответствует тому вот времени, когда появляется непрерывный спектр, значит, и на рентгене, то есть вывод какой, что и там, и там все линии исчезают, остается сплошной спектр, с которым вот можно дальше анализировать и работать, так сказать. Вот если вы хотите изучать трансмутацию, то, извините, ребята, надо делать, так сказать, чувствительный прибор, и надо работать в том виде, в том, значит, при тех временах, когда еще линии транспортированных элементов хорошо видны, вот, ну, вот и оптические линии, и на, значит, вот, рентгене с их спектрах, их еще можно зарегистрировать, их еще можно проанализировать. Вот, теперь, значит, вот я опять возвращаюсь к эксперименту с Алпазом, вот с этим плазматразом Алпаз, и мы там сняли, мы изучали там трансмутацию химических элементов, я хотел все-таки посмотреть, не наврал ли Слободан, значит, Станклич, значит, вот в своих результатах. А я напомню, он в чистом граффити говорил, что там чуть ли не десятки процентов нарабатывалось алюминий, значит, ну, вот, значит, вот здесь представлено, в качестве цели стоял у нас никель, значит, и вот этот Алпаз, значит, вот, по сути дела, плавил этот никель, и вот вы видите, тут вот красненькими, значит, не очень хорошо видны очень слабые линии никеля, но появляются совершенно точно линии цинка, значит, которых в никеле, значит, вообще-то и не было, так сказать, если и были, это доли, там, какие-то сотые доли процента, так сказать. Вот эти вот линии никеля, значит, вот с Алпазом, они прекрасно видны, если вы включаете другой, так сказать, прибор, ну, вот, допустим, я могу свой, другой источник, то есть, продольный разряд, вот, цинк виден, но не всегда, он слабее виден, чем вот с плазматроном, у которого могучие токи, там, ну, отличаются два источника тем, что там ток изменялся в десятки раз, там, в Алпазе там 100 ампер, а в нашем, значит, реакторе 2 ампера, вот, линии калия прекрасно видны, значит, вот на мишени из никеля, вот, а вот из мишени из углерода нам удалось разглядеть, значит, то, что наблюдал Слободан, это вот линии кальция, вот он не наблюдал, а мы хорошо наблюдаем линии, значит, вот, не только кальция 1, но и кальция 2, это и, значит, и ионокальция, значит, вот линии меди, это, так сказать, все-таки можете на них не обращать внимания, потому что сами электроды плазматрона были сделаны и из меди, вот, ну, вот здесь хорошо видно в увеличенном зуме, там, в увеличенном масштабе, вот линия кальция, значит, вот линии, вот, кальция 2, вот, чуть поменьше, ну, и то, что это линии, там, кальция, вот здесь вот синие расчетные линии из низка, которые получены, их можно было накладывать и точно сказать, что да, вот здесь у вас кальция есть, кальция 2 есть, очень хорош, но обратите внимание, вот, опять, вот я уже обращал, так сказать, ранее, и сейчас опять говорю, что вообще-то довольно странно, вот этих линий у кальция, их много, вот, вот синеньким там по всему спектру видно, сколько их должно быть этих линий, так сказать, вот, вот, в этом эксперименте возникает только счетное количество линий кальция, а в других частях спектра они отсутствуют, почему? Основной вопрос, почему я вижу именно эти линии, а других не вижу, что это за вещества, которые, так сказать, вот, если я беру, допустим, уж никелевый электрод, я вижу почти все линии никеля, а в этих наработанных, транспортированных элементах я вижу только некоторые, далеко не самые яркие линии, но сильно возбужденные кальций 2. вот, теперь вот если мы посмотрим, значит, проанализируем вот эти образцы, мишени, которые стояли, значит, уже после эксперимента я отдавал на, вот, энергодисперсионный, значит, флюорсентный анализ, так сказать, вы видите вот эту поверхность электрода, значит, вот электрод в виде углерода, значит, ну ничего, кроме линии углерода, я здесь в контрольном экземпляре водорода не вижу, но вот совсем другое дело, получается, слева, когда кроме водорода вы видите линии хлора, калия, значит, вот на образце экспонированном, который стоял под дуговым плазматроном. Ну и вот здесь вот, если вы посмотрите атомные величины, то, ну видно, что хлора, кальция, там довольно много в определенных точках, там до 40% достигает, значит, атомное содержание. К сожалению, вот алюминия мы не обнаружили вот именно в этих экспериментах, но за того, что вот очень интересные фотографии получены поверхности, ну, во-первых, там поверхность, понятно, что она модифицировалась, это вот начальная поверхность графита, ну, видно, что конечная, она совсем, так сказать, другого качества, значит, появлялась. Но я, ваше внимание, хочу уделить вот на эту иголочку, так сказать, которая, значит, ну, в потоке плазмы, по сути дела, происходила эрозия вот угольного электрода, он заострялся, как карандаш. И вот если посмотреть на эту вот вершину этого углерода, вы видите, что вот она где-то здесь находится. А рядом с ней целый ошметок вот этого, вот еще один ошметок, это вот калия, в котором очень много калия. Ну, вот здесь увеличенная фотография справа. Опять вы видите вот какие-то волосатые структуры, сам калий-то, он тоже как пена, он не такой простой по по структуре. Вот если никель вы возьмете, ну, видно то же самое, что вот в начальном никеле, ну, вот в основном светит никель, там никель это самое, калий-альфа, значит, это самое, вот, L-линия, H-линия, значит, ну, есть у вас оксиды там, вот углерод, что-то тут здесь появился, может быть, значит, значит, это самое. Но когда вот мы посмотрим, значит, экспонированный этот же самый электрод, на нем четко появляется так же, как в оптических свойствах, спектрах, линия цинка, железо, значит, вот и в этой части спектра, и в этой, ну, если вы посмотрите на атомный состав, ну, понятно, что вот, значит, вот углерод-то он мог остаться на плазматроне, там, значит, кислород он тоже мог прийти из плазматрона, но вот этих вот, допустим, цинка 1,28, откуда он пришел, ну, тут вот непростой вопрос, чтобы ответить на него. Ну, и вот, если поверхность цинка посмотреть, вот торец был сделан у нас, так сказать, до обработки, а после обработки, вот здесь при большом увеличении, вот, видно некая там частичка, я сейчас покажу получше, значит, цинка, на которой, обратите внимание, как колесами изъезжено, как вот этим нашим хорошо известным странным излучениям, видны вот эти вот трассирующие пути не понять чего, но видно, что это вот некие, так сказать, дырочки, которые соответствуют их полной, они в виде каких-то трасс расположены. Вот, ну, вот линии цинка, эти самые, месторождения цинка на некие модели, они хорошо, так сказать, заметны, они вот как-то, так сказать, формируются в виде таких вот областей, значит, при хорошем увеличении заметных. Вот, еще вот было замечено образование таких вот кратеров, видимо, так сказать, и японцы, по-моему, о них говорили, это, может быть, это и есть вот очень горячие точки на никелевом поверхности, вот. Ну, и теперь, голопом по Европам, я перехожу к последней части, значит, то, что меня тоже заинтересовало в этих же экспериментах, ну, и подтолкнуло, конечно, выступление Година, значит, то вот действительно с вольт-амперными характеристиками зачастую в гетерогенной плазме творятся очень непонятные вещи, которые требуют анализа и которые требуют, по сути дела, управления этими вот сигналами, вспышками, значит, в эксперименте, значит, в будущих экспериментах. Вот смотрите, у меня здесь показаны вольт-амперные характеристики, вот внизу это, вот смотрите, вот оно вот показано, вот раскаленный катод, из него выбрасываются там капельки, так сказать, это скоростная съемка, значит, почти мегаген, значит, миллион кадров в секунду, значит, вот, вот, ой, извините, отдельные капельки вот видны, когда они входят в зону, тут разряд даже не видно, это нитка, вот, эта капелька входит в зону разряда, она испаряется и получается очень, объект похожий на шаровой молнии, то есть, вот эта капелька окружается чехлом, появляется вот такая оболочка, ярко светящаяся, вот, ну и вообще-то говоря, значит, этот вот объект, их может быть много, там, так сказать, если вывести реактор на рабочий режим, там их может быть до сотни штук вот этих шаровых образований, и вот в этом режиме мы чего увидели, как только появляются вот вспышки вот такие вот, образования вот таких вот, значит, искусственных шаровых молний, значит, вот и на токе, и на напряжении появляются осцилляющие сигналы, был сигнал-то вот такой, непрерывный, желтый – это ток, фиолетовое – это напряжение, вот, здесь вот зум справа показан, но что интересно, что у нас в нашем разряде падающая характеристика, и если напряжение растет, то ток падает, я там дальше покажу, а здесь вот, как появляется вот эта бахрома, у вас же, смотрите, сиреневая идет вверх, и желтый идет вверх, то есть, это аномальные характеристики, аномального разряда, причем они не коррелируют, желтые с фиолетовыми не всегда коррелируют, так сказать, что самое интересное, но здесь очень хорошо видно, обратите внимание, значит, вот, желтый и фиолетовый идут точно вверх, а вот с этой стороны, обратите внимание, тут вот, с точностью до наоборот, так сказать, появляется, так сказать, ну, динамика вот этих вот возмущений, этой бахромы, вот справа показана, как, значит, на этих вот, значит, вот здесь сам основной разряд, он немножко осцилировал, поэтому вот видны скачки, так сказать, на основном разряде напряжения, но есть бахрома вот этого скачастопного, да, полуширина вот этих сигнальчиков, так же, как вот, значит, то самое минимальное, которое нам удалось сегодня померить, это 4 нано, то есть это, ну, метр двадцать, то есть это СВЧ-диапазон, в общем, Годин говорил абсолютно верные вещи, но еще и более интересные вещи были, когда мы переходили на источник импульсно-периодического разряда, то есть вот мы могли, меня, да, этот импульсно-периодический разряд, в отличие от предыдущего, там был ток 2 ампера, здесь он более, больше, 4 ампера, как вы видите, и вот нормальный, вот, так сказать, режим работы генератора, вот, показан вот на этом импульсе, то есть вот желтый ток, фиолетовое напряжение, вот никаких тут осцилляций нет, вот, так сказать, они могут быть, заполняют все нормально. Когда мы достигаем критической величины скважности, смотрите, и на фронте, чаще всего на фронте возникает осцилляция, так сказать, вверх и потом вниз, вот она идет, эта осцилляция, может быть, вот на этом импульсе, она уже начинается не на фронте, а вот сдвигается, как вот слева показано, вот с некоторой задержкой идет, вначале идет нормальный импульс, а потом на нем разыгрывается не понять чего, потому что вот и напряжение идет вверх опять, и ток идет вверх, но самое интересное, что если вы за вот этот источник сделаете режим КЗ, то у вас никогда ток не может подняться, желтый это ток, значит, ток никогда не может быть больше 4 амперов, это мы делали контрольные эксперименты, а здесь-то получается ток 6 ампер, ну, это вот не может быть, если только не предположить, что там есть некая батарейка, которая действительно, вот Сережа Годин говорил, что, так сказать, и обладает своим, значит, вот этим напряжением и своим током и своим внутренним сопротивлением, кстати говоря, значит, ну вот то же самое мы видели, вот работая в Зеленограде с коллегами, значит, вот мы изучали свойства такого осциллирующего разряда, когда вот катод представлял себе трубочку, и тогда он там просто вытягивался, как в полном катоде, значит, вот, либо заряжалась, ну и пульсировал, значит, есть, вот при этом могла либо заряжаться там паразитная емкость, либо емкость, которая была нагружена, значит, на наш, значит, ну, фильтровая емкость, которая была в нашем источнике, значит, предусмотрена. Ну, вот вы видите, как заряжается эта емкость, вот фиолетовое это напряжение, заряжается она там, значит, вот один киловольт клеточка, она, значит, заряжается, вот, ну, там, почти там до шести киловольт, потом бабах, ток начинает через плазму разряжаться, ток возрастает, и вот здесь вот, значит, есть период между этими импульсами, когда, значит, и ток, и напряжение, они, так сказать, вот, как будто бы, вот, ну, режим горения вот этой вот дуги, здесь вот он как бы пригасает, здесь разгорается. Но смотрите самое интересное, вот нижняя, вот если вот на этих трех импульсах мы видим все нормально, все они повторяют работу почти друг друга, то на последнем импульсе, вот, который, так сказать, чего-то непонятного дает, вот он подскочил, вот дальше у него, вот, становится почти нулевое это самое напряжение, а ток продолжается на этом нулевом, по, 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 этом самом, довольно длительное время, и, ну, чего, получается, что здесь вообще сопротивление нулевое, то есть очень маленькое сопротивление, так сказать, ну, которое надо, вообще-то говоря, может быть, один шаг для того, что, так сказать, может быть, и я не смогу даже предположить, что здесь сверхпроводящее состояние образуется. А дальше опять все начинает разыгрываться, вот начинает эта вот эта болтыханка разыгрываться, разыгрываться, так сказать, вот доходит до пульсации, и все опять кончается вот таким вот странным конечным импульсом. Что это такое? Чем это идет? Вот, ну, это вот те вопросы, которые нам поставил эксперимент. А еще раньше, я почему говорю про гетерофазу? Вот мы занимались, по сути дела, вот в вихревом реакторе горением углеводорода, и смотрели, как на горение будет влиять, стимулировать будет горение, поджиг, значит, электрический разряд. Это было сделано лет 20 назад, и все это было изложено на международных конференциях. Вот смотрите, как горит разряд, значит, в потоке, в котором есть, ну, вот, там пропан горит в потоке. Значит, ну, более-менее, так сказать, все понятно. То есть, есть зона... Где ток, где напряжение? Ты нам поясни, пожалуйста. Значит, напряжение, это, значит, вот фиолетовое, голубенькое, желтенькое ток. Значит, вот напряжение поднимается, ток падает. Ну, как положено, это падающая характеристика. Напряжение поднимается, ток падает. Но все получается совсем по-другому, когда, значит, идет плохое горение, когда образуется много сажи, сажевых частиц. И вот эти вот уже, значит, бахрома, вот эти вот, значит, вспышки, на которые мы не обращали вообще внимания никакое, они тут присутствуют. И уже это не те вот пульсации. Это совсем, так сказать, у нас здесь разрешение салографа было не очень хорошее, это, так сказать, сотни мегагерц. Это сейчас у нас есть, мы можем гигагерцы смотреть. В то время, я думаю, мы половину вот этих вот сигналов не видели. Вот. Ну и последнее для десерта. Это вот, ну, много там вот Чижов говорил нам, много там вот, начиная с русского, это вот странное излучение, так называемое. Вот здесь вы видите, значит, нижний катод, на который сделаны, вот, так сказать, поставлены из дитрида бора чашечка. В него мы могли заливать жидкие, значит, гали, жидкие там, литий. Ну, то есть, в принципе, вот Валера правильно сказал, Валерий Николаевич Зателепин, значит, вот почему мы перешли к вертикальному реактору? Для того, чтобы посмотреть, как работают жидкие металлы в первую очередь. Не то, что вот делал Бажутов все с растворами. С растворами многие делают. А вот в первую очередь то, что делает сейчас, значит, Милс, значит, вот он начал галли использовать, так сказать. Ну, жидкий получается металл. На него не надо тратить энергию, чтобы, так сказать, превратить вот в разирующие частицы. Меньше, эффективность должна увеличиться. Тут все понятно, так сказать, в чем выгода, так сказать, легкоплавких металлов. Так вот, когда, значит, отсюда начинает вылетать фейерверк, вот начинает вылетать, значит, я включаю разряд, может, работает-работает разряд, вдруг начинают вылетать некие шарики, либо это шарики, вот, дальше вы увидите, это расплавленного металла, либо, значит, это, значит, не понять чего. Вот дальше я поясню, в чем дело. Очень энергоемкое. И вот это вот, значит, вот они потоком начинают крутиться по стеклу, и обратите внимание, они выедают это стекло. Вот здесь вот, если вы смотрите, вот, на кварцем стекле, прям выщербленные, так сказать, там, миллиметр глубиной, вот такие вот каверны, это вот эти вот частицы, значит, вот, по мере того, как крутится вдоль потоком, дыхлевом вдоль стена, они оставляют вот такие следы. Значит, есть, причем мы делали специально, вот плавили этот металл, бросали расплавленную каплю, чтобы она лежала на этом стекле, таких рытвен мы не наблюдали там. То есть это не след от расплавленного металла, это след от чего-то другого, вот. Ну и вот такой же фейерверк у меня получился вот в той трехэлектродной схеме, когда, значит, вот этот плазматрон Алпас, он, значит, заработал вместе с никелевым мишенем. Вот здесь вы видите, значит, у меня падали шарики на стол, но я сначала не обращал внимания, значит, но там был целый фейерверк, были и шарики, которые, так сказать, вот, вы их видите прямо жильем. Вот, а было нечто, которое, так сказать, тут ни шариков, ничего нет, но оставляет какие-то странные треки. И в конце вот, каждый этот трек, обратите внимание, идет выжженная земля, то есть вот копоть. Вот от этих шариков, вот он лежит здесь, а от него копоти нет. А вот от этого, во-первых, вот, ну, давайте посмотрим. Вот, вот видите, вот шарики вот крупные есть, а здесь вот это, это не крупный, не след от крупного шарика, не понять, от чего след. Опять вот эти ваши гусеницы, опять у вас вот какие-то завитушки, значит, вон они что делают, так сказать, значит, чего-то конец. И самое, опять, вот интересное, что вот расплавленные-то шарики от никеля, вот они, а здесь, ну, вот где здесь шарик? Вот здесь есть, я его вижу, а здесь что? Ну, вот еще одна, так сказать, траектория. Вот здесь два взрыва, вот видите, так сказать, на конце явно что-то, так сказать, произошло, связанное с гибелью вот этого вот, ну, я бы сказал, искусственной мини-шаровой молнии, так сказать. Мне больше нравится, чем это странное излучение. Вот, ну, вот, вот видите, то, что видите, то и видите. А здесь вообще свернулась там спираль какую-то. Итак, голопом по Европам, но заключение такое. Вот новая установка ПВРВ была спроектирована, значит, изготовлена и оттестирована. Значит, вот она позволила использовать жидкие электроды, в первую очередь жидкие металлы, вот в этом дизайне. Вот, второе, значит, вот гидроксильная плазма OHI-H, значит, использовалась вот в этой установке для того, чтобы посмотреть, значит, вот опять, ну, по сути дела, спланировать и вот спроектировать, так сказать, программу для будущих палеометрических измерений и для изучения, значит, трансмотации элементов. Вот, значит, вот ветерогенные плазмоиды, значит, созданные вот на этой установке ПВРВ, значит, вот начали изучаться с помощью нового рентгеновского спектрометра. Вот, ну, трудности вот этой диагностики, они очень большие, и я о них вот пытался рассказать, кто пойдет по нашим следам. Ну, хорошо бы все эти вот опыт, значит, он трудоемкий и печальный опыт, значит, все-таки учли, значит, и продолжили этот путь. То есть, я опять хочу закончить вот тем, что, значит, физика рентгеновского излучения из этих плазмоидов – это самое важное, на мой взгляд, направление, которое надо развивать и изучать в деталях именно, значит, ну, одновременно с другими, так сказать, частями спектров, конечно же, но тем не менее, значит, вот я бы за ним оставил в первую очередь, вот, значит, первое место. Почему? Потому что именно оно позволяет смотреть, что же будет, когда протон будет путешествовать внутри внутренних электронных оболочек, как он их будет возмущать, как он будет их перестраивать, какие новые, так сказать, элементы при этом, вот, фальшмолекулы, значит, может быть, не фальшядра, а фальшмолекулы будут образовываться, и какая новая при этом внутренняя химия, значит, химия внутренних электронных оболочек будет при этом реализовываться. Вот, значит, ну и вот эти, вот странные, значит, электромагнитные излучения и вот следы некоторых частиц, они, конечно, возбуждающе действуют, это всего лишь первые наметки на такое фундаментальное исследование этих процессов, корреляции друг с другом. Все это надо в постановочном плане хорошо бы, коллеги, обдумать, и все это, вот, может быть, сформулировать на следующих наших семинарах, значит, в плане, ну, таких совместных исследований. Спасибо за внимание, я вот такое сообщение свое закончил.